Наша поездка в пустыню Анзабарега начинается с поиска цветущих полян, где мы можем увидеть настоящее чудо природы – супер-блум. Это явление, когда пустыня расцветает благодаря обилию цветов, можно увидеть только раз в несколько лет. Нам повезло, что этот год был особенно богат на дожди, и мы можем наслаждаться невероятной красотой. Привет, друзья! С вами Зажигалочка! Привет, Лидия! Привет, Виктория! Мы находимся в одном из наших любимых мест, в пустыне Анзабарега, потому что мы спускаемся с высоких пор в долину, туда далеко. Пока мы любуемся этими красочными пейзажами, я хочу рассказать вам о других интересных вещах, которые можно найти в этом удивительном месте. Пустыня Анзабарега – это настоящий рай для приключенцев, где можно найти множество экосистем, таких как каньоны, горы, пустыня, оазисы. В ней можно найти редкие растения и животных, которые выживают в трудных условиях пустыни. Сейчас тут цветут самые первые цветы. Это желтые, белые и синие цветы. Пустыня Анзабарега – это также место с богатой историей и культурой. Тут можно найти передние петроглифы и руины индейских поселений, а также узнать больше о культуре местных американцев-индейцев. Пустыня – это отличное место для любителей приключений. Здесь можно покататься на джипах, прогуляться по пустынным тропам, на велосипедах или верхом на лошадях, совершить пешие походы или посетить легендарный гондольный мост. Как только вы почувствуете усталость от приключений, и исследование пустыни Анзабарега предлагает множество возможностей для отдыха и релаксации. Поплавайте в горячих источниках, посетите спа-центры, да и просто насладитесь тишиной и покоем в окружении этой удивительной природы. Музыка Эти культуры очень высокий. Он цветет очень красивыми красными цветами, но чуть-чуть попозже. Сейчас только бутончики видны. Не забудьте заглянуть в скульптурный парк Галета Мидоус Эстейт, расположенный в пустыне Анзабарега. Здесь, на открытом воздухе, выставлены и гигантские скульптуры динозавров, животных и других фантастических существ. Мы у громадного орла, даже двух орлов. Анзабарега для этого места вообще характерны такие железные металлические скульптуры везде вокруг, но у этой я первый раз. И вот посмотрите, на этой скульптуре видна вся такая жесткость, жестокость жизни в пустыне, потому что орлы съедают вот этих rattlesnake-змеев, которые очень популярны здесь в пустыне. По-моему, это какая-то курица или другая птица. И вот в этой скульптуре все это отображено. Вся эта трудность жизни в такой пустыне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В моем следующем фильме продолжим поездку и будем узнавать малоизвестные факты о Калифорнии, с которой я связана уже почти 20 лет. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Смотрите мои фильмы и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.